Представитель Госдепартамента Хизерный Ирт призвала Россию прекратить артиллерийские и ракетные атаки на украинские гражданские объекты. Открывая в среду ежедневный брифинг для прессы, представитель Госдепартамента США Хизерный Ирт выступила с заявлением о ситуации на востоке Украины. Она выразила обеспокоенность Соединенных Штатов обстрелами жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в числе которых – водоочистная станция и коксохимический завод. Они обеспечивают питьевой водой, электричеством и теплом примерно 345 тысяч человек. Угроза водоснабжению и центральному отоплению в разгар зимы просто не укладывается в сознание, отметила НЭРД. Пророссийские силы должны немедленно отойти с новых позиций и снять окружение с водоочистной станции. Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные атаки на украинские гражданские объекты и соблюдать режим прекращения огня, установленный Минскими соглашениями. По словам представителя Госдепартамента, гуманитарная ситуация на востоке Украины достигла худшего состояния за последние три года и продолжает ухудшаться. Более миллиона человек в Донбассе сталкиваются с перебоями в снабжении продовольствием. За последний год значительно выросло число жертв среди гражданского населения. Мы призываем Россию предпринять немедленные шаги по разрешению гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и размещения в регионе миротворческой миссии ООН. Мы также обращаемся к Украине с призывом сделать больше для облегчения страданий гражданского населения и защиты жизненно важной инфраструктуры, заявила Хизер Найерд. Она вновь подтвердила приверженность Соединенных Штатов установлению долговременного мира на востоке Украины путем выполнения минских договоренностей. При этом Найерд процитировала слова госекретаря Рекса Тилерсона, который, выступая на прошлой неделе в Вене, сказал, мы должны отдавать себе отчеты об источнике этого насилия. Россия вооружает, тренирует, направляет и воюет на стороне антиправительственных сил. Решение о прекращении насилия на востоке Украины и налаживании отношений с Соединенными Штатами и международным сообществом находится целиком в руках России, отметила Найерд.